Шестая глава апостола Павла Галатом Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, в принципе речь идет о том, чтобы быть агрессивными друг другу, друг другу завидовать. И шестая глава, начинаем. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон крестов. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Я остановлюсь на этом и скажу, что прежде всего привлекло мое внимание в этом стихе. И потом я стал в него углубляться и увидел ряд других еще интересных моментов. Меня привлекла мысль из второго стиха «Носите бремена друг друга». Именно так я и назвал свою сегодняшнюю проповедь. Но начнем по порядку. Смотрите, апостол Павел начинает первый стих этой главы. Ну, вернее, мы знаем, что он не начинал никакие стихи и главы, потому что, когда он это писал, это все было единое письмо, и потом все это разбили на главы и стихи для удобства чтения. Но мы условно так говорим. Итак, начинается этот отрывок со слов Павла. «Если и впадет человек в какое согрешение». Знаете, Павел очень хорошо представлял себе те проблемы, которые имеются в христианском обществе. И он понимал, и мы с вами понимаем, что даже самые хорошие люди могут спотыкаться. И вот слово «согрешение», употребленное Павлом здесь, означает не сознательный грех, а случайную ошибку, притыкание или падение, подобно человеку, который подскользнулся, может быть, на ледяной дороге или опасном пути какому-то. И впасть в какое-то согрешение, это скорее единожды согрешить какой-то грех, а не пребывать в нем постоянно. И это слово можно понимать в том смысле, что человек был уловлен самим грехом. Возможно, он проявил невнимательность какую-то, возможно, он заигрывал с грехом каким-то, надеясь на собственные силы, собственную духовность, на собственную зрелость некую, полагая, что способен ему противостоять. Но не получилось, и он сорвался, и он оступился. Что делать в таких ситуациях, что делать в таких случаях? Апостол Павел пишет дальше, что такого человека необходимо исправлять в духе кротости. Пока у нас первый этот стих перед глазами. Современный перевод вообще говорит здесь, я думаю, можно включить здесь уже параллельно, «помогите этому человеку». Исправляйте такого в духе кротости, помогите такому человеку. Еще обращу внимание сразу, что здесь апостол Павел призывает исправлять человека впавшего согрешения духовных членов церкви. Он пишет, «Вы духовные исправляйте». Мы понимаем на основании Писания, что христианин должен быть духовным, и он может быть либо духовным, либо плотским. Мы можем вернуться назад, если у кого-то Библия открыта, и пятую главу, это же послание к Галатам прочитать, и мы увидим там, что есть дело плоти, что есть дело духа. И мы понимаем, что человек духовный — это тот, который живет по духу, это тот, который исполнен духом, это тот, который демонстрирует в своей жизни плоды духа, о которых мы можем прочитать. Либо человек может быть плотским, то есть живущим по плоти, не имеющим плоды духа и демонстрирующим, соответственно, преимущественно плоды плоти, о которых мы, как я уже сказал, можем в пятой главе прочитать. Так вот, интересно, что Павел возлагает ответственность за исправление согрешивших на духовных, но при этом это не означает, что, конечно же, духовным надо быть, знаете, такими подозрительными и придирчивыми какие-то, так, мы духовные, мы бдим, так, кто тут согрешает, кто тут неправильно себя ведет, кто там впал в какое согрешение. Речь абсолютно не об этом, потому что тогда бы не пришлось говорить о том, что это люди действительно духовные. Речь скорее о том, что человек духовный, он имеет некую особую чувствительность к греху, поскольку в нем Дух Божий, поскольку в нем Дух правый, даже если он не знает каких-то теологических выкладок, даже если он до конца, может быть, не может обосновать грамотно, почему то или иное проявление можно назвать согрешением, но в нем есть вот эта внутренняя чувствительность, что это нечто противное природе Божьей, это нечто противное тому Духу, который пребывает во мне. И вот эта чувствительность к человеку духовным должна быть. Знаете, ярким примером того, о чем я сейчас говорю, вот об этом исправлении в Духе кротости, является ситуация, которая описана, к примеру, в 8 главе Евангелия от Иоанна. Там мы читаем историю о том, как Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Я думаю, все эту историю помнят, и зачитывать я ее не буду. Так вот, применительно к тому, о чем я говорю, я вижу в этой истории про женщину две интересные вещи. Во-первых, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние, то мы читаем, что приведшие ее были настроены на жесткий суд и процитировали Иисусу требования закона о том, что совершившая подобный грех должна быть побита камнями. Но Иисус, вместо того, чтобы дать добро на исполнение приговора, обратил внимание прежде всего на их собственное состояние перед Богом. Судя по тому, что после предложения Христа первым бросить в эту женщину камень, люди стали расходиться, совесть стала их судить, и они не почувствовали себя достаточно духовными, чтобы совершить суд. То есть первая мысль как раз согласуется с тем, о чем говорил Павел. Духовные имеют некое моральное право, некое должное побуждение для того, чтобы исправлять согрешивших. И вторая мысль, если бы они были действительно духовными, то они пошли бы по пути самого Иисуса, который хотел не погубить женщину, а помочь ей. Почему Иисус говорит о том, почему Павел пишет о том, что именно духовные должны исправлять тех, кто впал в какое-то искушение? Потому что когда человек действительно находится в должном состоянии Духа, он правильно отреагирует на ту или иную вещь. И это будет не казнь, это будет помощь. В этой связи, знаете, важно сделать вот одну оговорку. Ведь в вопросах тех, кто впадает в какие-то согрешения, люди в церкви часто занимают две крайние позиции. Одна — это бескомпромиссный и жесткий суд. И знаете, мне попалась такая цитата, один пастор как-то заметил. Я часто думал, что если впаду в согрешение, то буду молиться о том, чтобы не попасть в руки этих придирчивых, критически настроенных судей в церкви, которые вымотают меня и разорвут меня на части. Очень интересная цитата, отражающая в принципе состояние дел и определенную реакцию, которая порой наступает, когда мы видим, что кто-то оступается. Другая крайность в вопросе реакции на человека согрешившего — это вообще отсутствие реакции какой бы то ни было. И такие люди, которые вообще никак не реагируют или считают, что не надо никак реагировать, они часто используют вообще превратно истолкованную заповедь Христа. Не судите и не судим, и будете. Но если мы обратимся к седьмой главе Евангелия от Матфея, начиная с первого стиха, то мы увидим, что контекст там несколько другой. Из контекста видно, что Иисус адресует эти слова человеку, который кичится собственной праведностью, и поэтому берет на себя роль судьи, потому что он видит в себе только хорошее, а в других только плохое. Но, по сути, Иисус говорит ему, когда говорит, что ты вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего, то, по сути, Иисус говорит о том, что только если ты увидишь свою собственную проблему, только если ты увидишь собственный грех, соответственно, исповедуешь его, придешь в надлежащее духовное состояние, то тогда ты придешь в состояние такого духовного человека, который действительно сможет помочь своему брату вынуть сучок из глаза. Не осудить, а помочь. И, понимаете, одна крайность — это побить камнями, другая крайность — это тихонько промолчать, истинно где-то посередине между этими двумя крайностями. реакция должна быть, но реакция должна быть правильной и направленной на исправление согрешившего. И вот интересно, что для слова «исправить», которое мы возвращаемся к Галатам 6.1, которое мы здесь читаем, Павел употребляет глагол, который соответствует по значению глаголу «отремонтировать», «наладить», «починить». «Исправить» — это наладить, «починить». Это слово использовали, например, для того, чтобы сказать об извлечении какого-то, наоборот, чего-то из тела хирургическим путем, или при вправлении руки при переломе, да, или там при вправлении вывиха. То есть вот нечто сместилось, нечто перестало быть нормальным, и, соответственно, для того, чтобы человек стал здоровым, необходимо это вправить. Смысл этого слова сводится не к наказанию, а к исцелению. И под исправлением понимается не штраф, а некая поправка. И вот духовные верующие, получается, исходя того, о чем пишет Павел, способны и должны исправлять того, кто впал в согрешение. Как это делать? Прежде всего, помогая человеку осознать его согрешение. Пока человек не осознает свой грех, пока человек не понимает, что он совершил нечто неугодное Богу, противоречащее полученному им званию христианина, то такому человеку невозможно помочь. Лишь когда приходит осознание собственной неправоты перед Богом, возможно искреннее исповедание перед Богом и отвращение от греха к покаянию, в покаянии и, соответственно, последующее исцеление души, духа и в целом исправление некой жизни. И вот на этом этапе очень важна правильная реакция всей церкви, потому что здесь тоже бывают две крайности, периодически наблюдают такие ситуации, когда с одной стороны кто-то может вообще говорить о том, что, знаешь, нет никакой проблемы, кто-то может быть вообще об этом не говорить, но когда христианское сообщество едино в том, что мы любим тебя, мы хотим тебе помочь, но мы видим определенную проблему и понимаем, что она должна быть исправлена, это повышает шансы на то, что придет первый этап исправления, придет первый этап исцеления, это осознание того, что проблема есть в принципе. Но я не буду в это углубляться, идем дальше в анализе этого отрывка. И еще один штрих в деле исправления согрешающего в духе кротости. Мы читаем дальше, опять же в этом же первом стихе 6 главы Галатом в духе кротости. В современном переводе международного библейского общества по сути дано толкование тому, что это означает. Там написано с мягкостью. В духе кротости переведено как с мягкостью. Бывает, как я уже говорил об одной крайности, что христиане слишком строго судят грехи других. И эдакая нотка суровости определенная присуща многим праведным. Поэтому ко многим людям человек в церкви не может подойти, чтобы выплакать свою ошибку или поражение, потому что имеет основание опасаться неправильной реакции. Либо это будет презрительное осуждение, либо это будет холодность и черствость. Но это неправильно и такого быть не должно. В духе кротости с мягкостью. Павел указывает по сути, что если человек впадает в какое-то согрешение, оступившись, то долг истинного христианина заключается в том, чтобы вернуть его на путь истины. И сердце истинного духовного человека это мягкое сердце пастыря. Это не удел и это не эксклюзив только верховного священнослужителя, пастыра церкви, может быть отдельных диаконов. Это в принципе такое сердце должен иметь каждый духовный христианин. Такое сердце будет побуждать человека содействовать восстановлению грешника, а не превозноситься над тем, что ты не согрешил так, как он. Ведь зачастую основой вот такого презрительного отношения, вот такого превозношения является осознание собственного превосходства. Как он мог до такого докатиться? «Я же такого не делаю, я же все правильно понимаю». Вот это очень тонкая грань, которую надо уловить и это реакция, и это мотив, которого стоит опасаться. Если мы в виде человека в проблеме, если мы человека видим впавшего в согрешение, и вдруг в нас начинают играть какие-то нотки «Я же до такого не докатился», то эта проблема это не дух кротости, это не та мягкость, которая, согласно Писанию, должна быть в нас. Поэтому истинно духовный человек будет поступать не в духе гордости и превосходства, а в духе кротости, помня, в принципе, о том, что он может быть искушенным. Ведь дальше апостол Павел мотивирует, почему мы должны наблюдать каждый за собой, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. апостол Павел говорит, по сути, когда мы рассуждаем о человеке, совершившем некую ошибку, что в виде человека, попавшего в такую ситуацию, в такую беду, уместно сказать себе, что если бы не благодать Божия, если бы не милость Божия, то нечто подобное или это же могло бы произойти и со мной. Помните вот этот стих, да, «Берегись, чтобы не упасть». Тот, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Это очень тонкая ситуация, это очень важный момент в нашей христианской жизни, потому что зачастую мы, я говорил как-то, да, о законе сенья и жатвы, зачастую после превозношения следует падение. Поэтому правильная реакция, когда мы видим проблему, когда мы видим человека проблеме, это сочувствие, это отсутствие превозношения и это наблюдение за собой. Ведь все мы люди, как говорится, да, все мы сделаны из одного и того же теста, поэтому важно не концентрироваться на том, какие проблемы есть у других, но в первую очередь, как бы банально это может быть для кого-то не звучало, наблюдать за собой и за своей собственной чистотой, чтобы вдруг не оказаться впавшим в тот же грех. Знаете, сразу после этого отрывка есть смысл обратиться к его логическому продолжению в четвертом стихе, я чуть перепрыгну, там написано, что каждый доиспытывает свое дело, как я читал, и тогда будем иметь похвалу только в себе, а не в другом. Опять же, в современном переводе международного ибилейского общества мы можем прочитать, да, по сути, перевод, который дает толкование, пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими. Вот этот ключевой момент, да, сравнения, о котором я говорил, свои дела, свою жизнь, свои свершения какие-то, не стоит сравнивать с делами соседа, потому что, опять же, мы об этом часто говорим, но это очень важно понимать. Если мы начнем себя сравнивать с кем-то, кто находится рядом, мы всегда найдем того, кто, ну, чуть не дотягивает до того уровня, на котором, может быть, мы сейчас находимся, да, и, соответственно, мы рискуем впасть в некое искушение, мы рискуем расслабиться, мы рискуем подумать о том, что мы пребываем на таком духовном олимпе, что нам абсолютно ничего не грозит, но чтобы иметь хвалу в себе, да, для того, чтобы действительно находиться в должном состоянии, надо трезво судить о себе и не думать о других, тогда у нас не будет повода к обольщению. Вернемся ко второму стиху. В зачитанном вот мной отрывке, да, в начале шестой главы Галатом апостол Павел дважды говорит о несении бремени, да, я вот сейчас подхожу к сути того, что меня, в принципе, привлекло в этом отрывке. Носите бремена друг друга, мы читаем Галатом в шестой главе. И, знаете, слово бремена вообще периодически употребляется в Библии в разных смыслах, в разных комбинациях. И, может быть, кого-то это вводит в какое-то заблуждение, может быть, кого-то, наоборот, утомляет, и мы перестаем рассуждать о неких нюансах этого слова. Но давайте вот здесь попробуем все-таки сконцентрироваться и понять. Слово, которое здесь переведено как бремена, говорит о непосильной тяжести, о грузе, который тяжело нести. В переносном смысле, в данном случае, это слово принимает значение некой проблемы, некой трудности, для разрешения которой от человека требуются усилия, которых, может быть, у него недостает, может быть, у него нет сил или ресурса в данный момент, чтобы понести это бремя, чтобы преодолеть эту трудность. И в контексте здесь подразумеваются бремена искушающие верующего опять впасть в согрешение, от которого он только что освободился. Перед этим апостол Павел пишет о том, что если мы духовны, то мы должны предпринимать меры к исправлению согрешившего, то есть споткнувшегося человека в духе кротости, то есть с мягкостью. И дальше он продолжает мысль, что после этого надо носить бремена друг друга, надо поддерживать человека, который может и избавился от греха, но продолжать испытывать на себе давление от искушения. Опять же, если мы посмотрим современный период, то мы увидим, что здесь этот отрывок переведен как «помогайте друг другу в трудностях». Еще один нюанс, скажем так, помогающий вникнуть в суть того, о чем здесь написано. То есть, вместо того, чтобы стоять на расстоянии и критиковать, вместо того, чтобы рассуждать, а как он или она могли, а как до этого докатилось, а куда смотрит церковь, а что думает пастор, или еще что-то в этом роде, помогайте друг друга в трудностях. Мы должны встать на сторону того человека, у которого проблема, у которого борьба, у которого может быть какое-то смятение, потерянность для того, чтобы помочь всем, чем только сможем. И в этой ситуации мы исполним закон Христов, если возьмем на себя то бремя, которое ему тяжело нести, и поможем ему это бремя пронести. Помимо ответственности исправляться грешающего на духовном человеке, на духовном христианине лежит и ответственность в поддержке упавшего брата, когда он встал на ноги. Потому что зачастую просто помощь в том, чтобы человек встал от греха недостаточно. Если оставить человека такого одного, то это может привести к очередному падению. Я думаю, что многие могут засвидетельствовать, что порой после каких-то сильных духовных побед, после каких-то успехов на духовном поприще приходят какие-то самые сильные искушения, какие-то сильные атаки. И очень важно в этот момент самому быть в должном состоянии и иметь соответствующую поддержку от тех, кто находится рядом. И соответственно духовные верующие, которые действительно хотят помочь в восстановлении брата или сестры, должны находить возможность для того, чтобы общаться, для того, чтобы проводить время, для того, чтобы быть доступными, может быть, советом или ободрением. И самое важное, безусловно, молиться. Потому что, опять же, как бы это банально для кого-то не звучало, но молитва это одно из самых мощных оружий верующего. Если мы будем молиться за человека, если мы будем молиться с человеком, то это помогает нашим братьям и сестрам нести их бремена. Я думаю, опять же, многие могут засвидетельствовать о том, что когда мы знаем, когда нам сказали, я за тебя молюсь, я знаю твою проблему, я поддерживаю тебя в молитве, я буду за тебя молиться, или моя семья будет за тебя молиться, я не знаю, как на кого, но я когда такое слышу о себе, то это меня вдохновляет, это меня укрепляет, это меня ободряет, я понимаю, что я не один, я понимаю, что за мной есть определенная поддержка духовная, я понимаю, что рядом со мной братья и сестры, которым я не безразличен. И это и есть то состояние, о котором пишет апостол Павел «носите бремена друг друга». И заканчивая анализ этого отрывка, коснусь второго места в пятом стихе, где написано о другом неком бремени. Если во втором стихе Павел учит, что мы должны разделять скорбы, страдания, проблемы друг друга, поддерживать друг друга, особенно после того, как человек, может быть, восстановился после чего-то, то в пятом стихе говорится о другом бремени. Каждый понесет свое бремя. Опять же, если мы посмотрим на современный перевод и начнем с Галатом 6-4, то мы увидим некое развитие темы. Увидим четвертый стих. В четвертом стихе «Пусть каждый трезво судит о своих делах», пишет апостол Павел, «тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими». Дальше. Пятый стих «Потому что каждому человеку дана своя ноша». То есть вот этот момент, он поясняет нам, что не надо сравнивать себя с другими, потому что каждому дана своя ноша. Каждый понесет свое бремя, как в синодальном переводе пишет. То есть существует и свое бремя, существует то, что каждый человек должен нести сам и носит сам. Павел здесь употребляет слово, которым обозначали солдатский ранец или скатанную шинель. Если мы порассуждаем над этой аналогией, то мы поймем, что вещи за солдата в армии никто носить не будет и не должен. Это его амуниция, это то, что выдано ему, и это то, что он должен иметь сам при себе. Это его ответственность, его забота. Поэтому слово, переведенное вот в этом стихе, как бремя, в пятом стихе, говорит о грузе посильном для человека и соразмерном его силе и входящем в зону его собственной ответственности. Потому что есть такие обязательства, которые за нас выполнить никто не может. Есть такие задания, за которые мы несем нашу личную ответственность. Это могут быть просто наши общие какие-то обязанности в жизни, это ответственность за семью, за детей, это ответственность за ту работу, которую мы берем на себя, за те слова, которые мы кому-то даем, как говорит Писание, обещал, сделал. Но это может быть также и призвание или служение перед Богом. Опять же, если мы призваны, если мы поставлены на некое дело, то это наша ответственность. Каждый понесет свое бремя. И опять же, если связать этот стих со стихом четвертым, сравнения здесь неуместны. Знаете, мы зачастую становимся жертвой таких сравнений, и мы рассуждаем о том, что мне так тяжело, что никто другой меня не понимает. Безусловно, я не отрицаю истинности мысли о том, что сытый голодному не товарищ, как говорит народная мудрость. Например, отец троих детей, интенсивно занятый, испытывает совершенно другую нагрузку, чем холостяк, допустим, не имеющий семьи. Но у каждого человека есть своя зона ответственности, есть свое бремя, есть свои обязанности. Поэтому наша задача нести это действительно ответственно и понимать, что мы за то, что входит в зону нашей ответственности дадим ответ перед Богом, когда предстанем перед Ним. И подводя итог, я проанализировал вот этот отрывок, я попытался порассуждать о нюансах каждого стиха. И все-таки хочу закончить концентрацией нашего внимания на этом стихе «Носите бремена друг друга». Знаете, он мне очень нравится, он меня очень вдохновляет, и мне хочется быть в церкви, в которой этот стих актуален, в котором этот стих правильный. Есть бремя, есть ситуации, как связанные непосредственно с искушениями некими, так может быть и если мы более широко истолкуем его, просто связанные с чем-то, что происходит в нашей жизни, которое нам тяжело нести, которое кажется нам выше наших сил. И в этой ситуации важно чувствовать брата, чувствовать сестру рядом, иметь здоровую какую-то и душевную поддержку, и духовную поддержку в виде соответствующих, может быть, молитв, может быть, наставлений каких-то, может быть, советов добрых, но действительно данных в духе кротости, да, то есть с мягкостью, без какого-то превозношения от понимания собственной чистоты, значимости или уровня своего понимания какого-то, но данные с сочувствием, состраданием, с желанием помочь, с желанием послужить в благословении. Поэтому я призываю нас помолиться. Давайте мы поднимемся. Субтитры создавал DimaTorzok